Всем привет! И сегодня я бы хотела вам рассказать об моей игре, которую я делаю, связанную с покемоном. Но вместо покемонов тут будут персонажи из игры в нафу. Звучит не так уж и хорошо, но пока что я это всё развиваю и в конце всё будет хорошо. На данный момент я изменила вот самую начальную надпись только. На данный момент всего примерно 25 покемонов я изменила, которых и изменила тайка. Покемонов я вскоре вам покажу. Как вы можете видеть, карту я пока что не стал изменять. И я по-быстрому дошёл до момента, в котором на профессора Брича нападаю. С этого момента и начинается вся моя работа. Покемонов я изменил на самых основных персонажей из ФНАФ, например, на Фокси, Фредди и Бонни. Я возьму Фокси. Пучиен изменена на Блумбой. И хоть они вырезаны не так уж и хорошо, играть в это возможно. Также вот есть особые атаки, которые я сам сместил. Типа скримера, который мгновенно пародизует врага. Со 100% шансом. Или, например, Хлук Фокси. Ну, Хлук Фокси, который атакует три раза. Также я добавил разных своих покемонов в траву на карте. Которых я вам тоже сейчас покажу. Вот один из наших участников, который вам уже показывал. Пучиену, который стал волной боем. Который можно найти практически во всей вот этой локации. Самый стартовый. В самом первом городе, но после него. Можно найти уже других покемонов. Также у каждого покемона, который есть на данный момент, есть своя эволюция. Которую показать я, к сожалению, не могу. Но только это очень долгий процесс. Вот. Есть, к примеру, Плюштрап. Который функционирует в кошмарного Плюштрапа. Где я всё это взял? Может, я меня даже не спрашиваю. Это очень сложно. Так же тут находится тоже Балунбои. Так же надо будет сейчас попробовать поискать тут Бэйби, который заменяет Винглда. И врачи, плачущее дитя. Которые изменяют Ворунпла. Сейчас попробую их найти. Но чё-то они не хотят поиграться. Обычно всегда проиграть здесь. А надо ещё немного похотеть. Нех. Не любит меня, если игра не даёт мне посмотреть на новых своих жилстей. Не даёт она мне показать вам ту хуже. А вот это плачущее дитя, которое эволюционирует в разных марионетах, либо в Рокстаровскую, либо в обычную. А вот Бэйби я никак не могу найти. Ну ничего, скоро найду. Стоило только выключить камеру, сразу она появилась. Вот Бэйби, который эволюционирует. И я уже, если честно, не помню кого-то, кого-то она точно не эволюционирует. Это пока что всё, что есть у меня тут. Конечно, есть ещё разные другие тайны, которые я не показала. Но всё это вы сможете увидеть потом, когда я это всё доработаю. Всем спасибо, что посмотрели, и пока.